Здравствуйте! В ближайшие 40 минут все самое интересное и важное, что произошло в республике за минувшие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Надежда на возрождение поселка. Если местные жители будут не против, крупный инвестор построит рядом с Туимом завод по переработке марганца. Получится ли у Хакасии стать крупнейшим поставщиком этого сырья? Минздраву ищут рецепт. Депутаты улечили чиновников в неэффективной трате денег при закупке льготных лекарств. С ними ли без него? Простой вопрос расколол ряды Федерации профсоюзов Хакасии. Неожиданный результат собрания, на котором решала судьба Андрея Петрова. И итоги весенней сессии парламента подведет гость нашей программы старейший политик Хакасии, председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев. Поселок Туим может вновь стать крупным промышленным центром. Компания ЧексУВК рассматривает возможность строительства там завода по переработке марганца, аналогов которому в России нет. Инвестор подчеркивает, новое предприятие не то же самое, что завод феросплавов, который из-за массовых протестов красноярцев таки остался на бумаге. В пятницу предполагаемую площадку для строительства осмотрел глава Хакасии Виктор Зимин. Итак, какова позиция руководства республики и как сами туинцы относятся к проекту, выяснял мой коллега Алексей Гончаренко. На въезде в Туим еще сохранилось свидетельство того, чем прежде был известен поселок. Завод обработки цветных металлов. Было здесь такое производство градообразующее. Когда его не стало, население стало покидать поселок. За последние 10 лет число местных жителей сократилось на треть с 6 тысяч до 4 тысяч человек. А поскольку в поисках заработков многие уезжают в другие регионы на работу вахтовым методом, то Туим иногда и вовсе пустеет. Поэтому намерение строить завод по переработке марганцевой руды, подавляющее большинство восприняло как реальную перспективу сохранить поселок. Правда, не без сомнений, насколько безвредным будет это производство. Хоть какие-то рабочие места будут, потому что некуда молодежи сунуться. Конечно пусть строят, Господь мой. Работать надо. Люди же совсем не работают сейчас. Пьют да гуляют. Если рабочие места, но если вредность, как минимум, не в курсе. У нас в стране всегда было вредно производство. Если смотреть с этой стороны, то вообще надо остановить все производство. Чтобы встретиться с инициаторами строительства, представителями компании Чиксу и населением Туима, в поселок приехал глава Хакасии. Выслушать мнения и доводы сторон и принять предварительное решение. Со слов застройщиков, новый проект не имеет ничего общего с тем, что планировалось в Красноярске и против чего там выступали горожане. В соседнем регионе рассчитывали наладить технологию феррасплавов. Это печной обжиг и выбросы в атмосферу. В Хакасии Чистый Марганец предполагается получать методом электролиза. Но все равно это процесс химобработки с серной кислотой. Естественно, без вредных производств не бывает. Это все-таки промышленность. Но вода в замкнутом цикле не поступает. Она проходит водоочистку и воздействия на окружающую среду вредно не несет. А все химикаты и реагенты, они остаются в замкнутом цикле заводе и не сбрасываются. По словам генерального директора компании Чексу, первым пунктом в реализации проекта стоит экологическая, по максимуму, безопасность поселка и окружающей среды. Изучали розу ветров. Делаем такую вещь, чтобы не трогать населенный пункт Туим. Обогащение Марганцевых руд будет проходить в 200 километров от Туима на месторождении. Глава Хакасии назвал главное условие, на которых компания сможет работать в регионе. Чтобы представители от республики были главными ревизорами проекта в части воздействия на окружающую среду. Я тоже на слово не могу им верить. Сначала будет заключение экспертизы. Нас включили во все комиссии, которые будут работать. Я не хочу сегодня Виктора Яковлевича обнадеживать, что 100% все у них получится. Если будет хороший проект, значит он будет. Но я надеюсь, что мы вместе сделаем хороший. Завод планируется ставить в чистом поле, в двух километрах от поселка. Главе Хакасии показали будущую стройплощадку с объездными дорогами по плану, автомобильной и железной, минуя поселок. 3-5 километров. Виктор Ильич, придется на это идти? Ну и что, ради бога. Придется на это идти? Согласны. Согласны. Зато зона будет безопасности гораздо лучше. Производства по аналогичной технологии в России нет ни одного. А мировой лидер – Китай. Проект в Туиме на контроле у президента. Кстати, рабочих мест предполагается около двух тысяч. Если все получится, запуск завода через три с половиной года. Алексей Гончаренко, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия, События недели. И от будущих проектов к делам насущным. Счетная палата на этой неделе раскритиковала работу Республиканского Минздрава за покупку льготных лекарств. По данным ревизоров, и закупаются препараты существенно дороже, чем это возможно, от чего идет большой перерасход бюджетных средств. И приобретаются зачастую те медикаменты, которые не востребованы и залеживаются на складах. Эта информация была озвучена в рамках правительственного часа на минувшей сессии Верховного Совета. Как докладывал еще накануне сессии на традиционном брифинге глава Республиканского парламента Владимир Штыгашев, средства, отпущенные на покупку льготных лекарств на 2014 год, уже истрачены. А это только из республиканского бюджета почти 200 миллионов рублей. И сейчас запросили еще 125 миллионов до конца только на льготные лекарства из бюджета. Вообще непонятно, почему у нас самые дорогие лекарства вообще в сибирском округе. Поставщики-то одни, да почему-то в регионах цены разные. В Хакасии действительно в контрактах на оптовые поставки цифры значительно выше, чем в других субъектах Сибири. Эти данные уже на сессии Верховного Совета были представлены счетной палатой, проводившей проверку в Минздраве. В результате превышения предельных оптовых надбалок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, установленных правительством Республики Хакасия, начальная максимальная цена по тренгу с контрактом, завышенная на общую сумму 3,4 миллиона рублей. Если суммировать все, что приобреталось для льготного отпуска лекарств, всю неэффективность расходов, то цифра становится почти в три раза больше. Общая сумма неэффективного использования бюджетных средств за это время, по нашей проверке, составила 9,3 миллиона рублей. За счет данных средств можно было бы закупить дополнительные лекарственные препараты, например, для больных с сахарным диабетом. По расчетам, сделанным в контрольной счетной палате, это более 8 тысяч упаковок. У Минздрава своя позиция. Дорогие и импортные, а не отечественные препараты гораздо эффективнее. И именно улучшением качества лечения объясняется выбор в их пользу. Жители Республики имеют с каждым годом все большую доступность оказания высокотехнологичной медицинской помощи. И возвращаясь из федеральных клиник, они привозят рекомендации с назначением конкретных препаратов, от которых мы тоже не можем уйти в сторону. Основная причина нехватки средств в том, что федеральные льготы население монетизирует и переходит на обеспечение лекарствами за счет региональной казны. И в таком случае федеральный бюджет в Республике уже не перечисляет денег на медикаменты. Только в 2014 году у нас отказалось от федеральной льготы 29 тысяч человек. То есть дополнительно в Республику могло поступить 234 миллиона рублей. Депутаты приняли решение обратиться в Госдуму, чтобы на федеральном уровне ликвидировать правовой пробел, когда льготники одновременно получают денежную компенсацию с федерального бюджета и претендуют на получение льготных лекарств за счет региональной казны. А Минздраву рекомендовано минимизировать уровень предельных оптовых надбавок на лекарственные препараты, но неэффективность по данным счетной палаты не только в завышенных ценах. Склады забиты никому не нужными лекарствами, которые тоже приобретались для льготного обеспечения. На региональном складе и аптечных учреждениях имеются значительные товарные остатки, превышающие двухмесячную норму потребления, а также невостребованные лекарственные препараты за 2011-2013 годы. Размер товарных запасов, лекарственных препаратов, оставшихся по итогам года невостребованными, составил 67,8 миллиона рублей. Все это не что иное, как формальный подход к потребностям пациентов, подвела итог руководитель счетной палаты. Но приведенные цифры неэффективности бюджетных расходов, несмотря на то, что названы десятки миллионов рублей, все это в рамках существующих законов. Так что ни ответственности, ни санкций быть не может, и это, вероятно, тоже правовой пробел. А возможны только рекомендации рачительно расходовать государственные деньги. Елена Крылова, Алексей Гончаренко, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. Еще один вопрос вызвал бурное обсуждение. Для борьбы с так называемыми серыми зарплатами правительство разработало целый закон. Чиновники готовы тем, кто доложит на своего работодателя, куда следует, платить премию. Предполагается установить денежное вознаграждение граждан, предоставившим информацию о фактах нарушения в указанной области в размере 10% от сумм доначисленных и поступивших в республиканский бюджет. Законопроект одобрили в первом чтении, но он требует доработки, пока не совсем ясно, куда жаловаться и в какой форме, с письменным заявлением, либо необходим личный визит, и из каких источников выплачивать премии. К следующей теперь уже осенней сессии правовые пробелы будут устранены и документ примут во втором окончательном чтении. Прошедшая сессия завершила политический год для депутатов нового созыва. Каким он получился и все ли удалось, об этом мы поговорили с председателем Верховного Совета Хакасии Владимиром Штыгашевым. Итак, здравствуйте, Владимир Николаевич. Добрый день. Я благодарю вас за то, что вы согласились на интервью. И первый вопрос. Депутаты у нас уходят на сессию, на каникулы. Не будем забывать, что это Верховный Совет Нового Созыва, он проработал две сессии подряд. Вот какую бы оценку вы поставили парламенту за проведенную работу и почему? Трудно давать оценку объективно, но я бы сказал, что удовлетворительно сработал парламент. Начинал свою работу после выборов в сентябре месяце. Сформирован комитет и комиссии приступили к работе. И надо сказать, что уже в первые три с половиной месяца работы прошлого года Верховным Советом принято почти 60 законов разного уровня, в том числе законы бюджетного, налогового законодательства, земельных отношений. А 60 законов это много или мало по сравнению с предыдущим составом? Ну, это средние, которые у нас сложились за последнее время, за последние годы. При том, что численность депутатов сейчас уменьшилась. Да, она уменьшилась, естественно. Было у нас 75, стало 50 депутатов. И нам действительно удалось все-таки быстро определить цели, задачи и план действий. Второе, что очень важно, что преемственность сохранилась. Из 50 депутатов больше половины депутатов были предыдущего совета. Я должен сказать, что вот за последнее время, вот начиная с октября прошлого года, то есть вот по июнь, в рамках правительственного часа рассмотрены важнейшие вопросы, связанные с электрической энергией, так называемой нормой. Если вы помните, правительство Российской Федерации в прошлом году предложило установить социальную норму электрической энергии. В ходе обсуждения взаимодействия, в том числе с федеральными институтами власти, нам удалось добиться того, что правительство отложило принятие этой нормы на неопределенное время. Рассматривались в рамках правительственного часа вопросы рационального использования лесных богатств Хакасии. Дело в том, что у нас очень много древесины добывается, и она в круглом виде отправляется либо в другие регионы, или за рубеж. И, по сути дела, вся прибавочная стоимость от этой хозяйственной деятельности остается в других регионах, а не у нас. Сейчас приняли решение, и которое позволит, это правительство уже действует, рационально использовать всю древесину, обеспечить контроль отгрузки этой древесины за пределы Хакасии. И это будет способствовать более рациональному использованию. Ну, особенно совершенствуется у нас, конечно, бюджетное законодательство. Вопросы социальных отношений. Достаточно сказать, что мы приняли в этом году 15 законов, связанных с улучшением социального положения отдельных категорий граждан. Многодетных семей, детей-сирот, ветеранов труда, ветеранов и тружеников тыла. И на дополнительные эти цели в результате принятых законов мы дополнительно в этом году, после принятых законов, примерно расходуем до 300 миллионов рублей средств на дополнительную помощь этой категории граждан. В этом году привлекаются многочисленные эксперты, рабочие группы, которые подготавливают отдельные направления того или иного законопроекта. И только потом уже он рождается в том виде, в котором уже рассматривает Верховный Совет. И то после этого мы, если видим, что он до конца не продуман, то есть о последствиях этого закона надо всегда думать, то мы берем тайм-аут, то есть принимаем его в первом чтении, а затем через месяц или два возвращаемся к нему, и он принимается в окончательном варианте. Поэтому в связи с этим нам действительно не удалось где-то в порядке 6-7 законов, которые мы должны были бы принять в первом полугодии, не удалось. Но я думаю, это только послужит на пользу, только на пользу. Ничего страшного, которые мы их примем в сентябре, в октябре месяце. И уже сейчас началась подготовка к рассмотрению и принятию бюджета на 15-й и последующий год. Коротко, пожалуйста, еще что нам ждать теперь от следующего сезона работы, от следующей сессии осени? А что ждать? Все мы ждем улучшения жизни. Поэтому все законы, которые мы должны принимать, они должны быть направлены именно на улучшение жизни. Создание условий для интересной, плодотворной работы для всех слоев населения без исключения. И я думаю, что в этом плане у нас очень хорошее взаимодействие с исполнительной властью. Да, у нас разные подходы, разные оценки, но в целом мы работаем в конструктивном духе. И надо сказать, что по предложению председателя правительства, главы республики, у нас принимается почти 60% закона. Что ж, это был последний вопрос. Я благодарю вас за интервью. Всего доброго. Спасибо. В эфире Вести Хакасия. События недели. Мы продолжаем обзор наиболее заметных новостей. В четверг профсоюзы решали судьбу Андрея Петрова. Вопрос встал после того, как председатель федерации стал участником резонансного ДТП, в котором погибла супружеская пара из Абакана. Петров выпивал на рабочем месте, а потом сел в машину к пьяному водителю, бывшему юристу Абаканской налоговой, и не остановил его. Казалось, ситуация предельно понятна. Такой человек не может возглавлять организацию, защищающую права трудящихся. Однако часть профсоюзников предпочли закрыть глаза на моральный облик своего лидера. Причем победу сторонников Петрова сложно назвать чистой, ведь она не учитывает мнение большинства. С подробностями Ольга Стельмах. Атмосфера Федерации профсоюзов Хакасии накалилась до предела. Правлением Андрея Петрова не просто недовольны. Из рядов организаций повально выходят люди. Профсоюз сухольщиков не изначально, но где-то на первом этапе был против кандидатуры Петрова. Не буду скрывать, это первая у нас проблема появилась, это шахтерскими деньгами. Те, которые в конце, насколько я знаю, до сих пор они не найдены, 3 миллиона, которые где они, что они. Андрей Петров не нашел более весомых аргументов, как заявить, что его оговаривают. Шахтерских денег он в глаза не видел, да и вообще начисления были не в его руководство. И не в счет, что коллеги готовы уличить его во лжи, причем не голословно, а документами. Напомнили Петрову и проширинскую здравницу. Он сегодня курорт, гордость профсоюзов практически на грани банкротства. Я в добросовестно плачу деньги в сибирских курортах, покупаю путевки в сибирских курортах, представителем которых является Петров Самихаш. Ну и я хочу, чтобы, ну как бы, соответственно, тем деньгам, притурным уплатен, ну сколько была, оказывается, нормальная. Для справки, на сегодня у меня отдыхает 2 человека там. Разница между прошлым годом и этим годом, для вашей справки тоже, если вы действительно работаете на кругу озера Шара, очень большая, они сразу говорят, и кормление, и отношения, и то состояние, которое находится сегодня в курорту озера Шара. Последней каплей для развала стала авария, когда лидер профсоюзов замарал свою репутацию смертью супругов Спиренкиных. Напомним, джип с поддельным вип-пропуском 4 апреля выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с Тойотой. Семейная пара погибла на месте. За рулем сидел юрист налоговой Алексей Лебедев. Причем смертельно пьяный. Петров был пассажиром, но это, считают его коллеги, нисколько не меняет ситуацию. Больше вообще не укладывающее ни в какие рамки в рабочее время распития спиртных напитков. Там дальше все вот это просто произошло. Поэтому если голосование будет в пользу господина Петрова, мы принимаем решение выхода из Федерации профсоюза. И мне непонятно, как это сидеть в одной машине, обваленными бутылками, отказаться от обследования и не знать, кто там выехали. Я выступаю за отставку Андрея Викторовича. Среди наблюдателей федеральные гости. Накал страстей поразил даже их. Раскол и разлад в самой организации. И моя цель была переговорить с председателем Федерации профсоюзов, чтобы он написал заявление по собственному желанию и ушел. Однако Андрей Петров согласился уйти добровольно только при двух условиях. Он сам назначает своего преемника и оставляет за собой право управлять имуществом Федерации. Коллеги посчитали это сверх наглостью и настояли на голосовании. Защиту Петрова, кроме группы поддержки со стороны, мало кто решился высказаться. И не зря. Развернулась война за каждый голос. Сразу четырех делегатов, включая угольщиков, отстранили от выборов. Якобы из-за того, что комитеты представили не все документы. Не допустила людей с неугодным для Андрея Петрова мнением юрист Светлана Кочеткова. Кстати, которая тоже причастна к дорожной трагедии. Она была третьим пассажиром в ВИП-машине. Путем неимоверных махинаций, я по-другому даже сказать не могу, путем непорядочных действий выбивают тех делегатов, которые бы голосовали за отставку Петрова. Я единственного не могу понять. Сегодня речь идет о лице организации. Как можно всеми фибрами тела упираться и говорить, нет, я хороший, я останусь, потому что без меня здесь ничего не случится. Если это был расчет, то удачные 41 делегата за отставку Петрова проголосовали 23. Еще 17 его поддержали. Один воздержался. И хоть большинство против такого руководителя, он останется в своем кресле. Решение в силе, если за него проголосовали две трети присутствующих. По сути, не хватило пяти голосов. Победа одержана, но лишь технически. И это лишь усугубило атмосферу. Я не представляю, с какими глазами заявлюсь перед своими делегатами, потому что голосование было единогласно за его отставку. У профсоюза, тем более у лидера, должно быть хотя бы трезвое лицо. Трезвые поступки. Делегаты от комитета угольщиков намерены обжаловать решение и отстоять. Как выяснилось, решающее право голосовать. Ольга Стельмах, Сергей Казьмин, Вести Хакасия, События недели. Пока все гадают, на каких удобрениях растут китайские помидоры и огурцы, наши соседи из Алтайского края готовы предложить свои разработки в области микробиологии. Как уверяют специалисты, применять их удобрения можно не только для получения хорошего урожая, но и для улучшения почвы. О том, как это возможно и почему стоит поддержать отечественного производителя, мы поговорили с представителями Алтайской компании. У нас в гостях менеджер компании Галина Владимировна Филиппова. Здравствуйте, Галина Владимировна. Здравствуйте. И для начала расскажите о своей компании и расскажите о ее продукции, чем она кардинально отличается от других удобрений. Компания «Биобан» Алтайского края, город Биск, основана в 1995 году и занимается производством экологически чистых удобрений. Чем наши удобрения кардинально отличаются от других? Тем, что у нас не используется никаких химических препаратов при производстве наших удобрений. Они на самом деле экологически чистые, то есть безвредные для человека, для насекомых, для животных. А что значит экологически чистые? Что у вас в составе этих удобрений? В составе наших удобрений природные гуминовые кислоты. Значит, что такое гуминовые кислоты? Все мы знаем, что основой плодородия почвы является гумус. А основой гумуса являются именно гуминовые кислоты. Они дают нам повышение плодородия почвы. Они борются со всеми химическими ядами, вредными веществами. Они восстанавливают водную и водопроницаемость. За счет чего у нас повышается и плодородие почвы. Какие свойства ваших препаратов? У нас идет полностью нейтрализация всевозможных ядов и химикатов, которые находятся в почве. Потому что все мы знаем, что много лет мы вносим туда всевозможные минеральные удобрения, химические реагенты. И вот благодаря гуминовым кислотам они имеют такое свойство. Значит, превращать в доступную форму для растений минеральные свои удобрения. И имеют такое свойство, наоборот, что они всевозможные яды и химикаты приводят в недоступную форму для растений. Точно так же тяжелые металлы приводят в недоступную форму для растений, снижают фон радиации и еще много-много другого. Ну, наверняка дачники и огородники спросят, а можно ли с вашими удобрениями использовать и другие привычные уже добавки? Ну, знаете, совсем не надо. И даже наоборот, мы рекомендуем исключить использование навоза, компоста и других минеральных удобрений. Потому что, вот смотрите, гуминовые кислоты, которые находятся в наших препаратах, там у нас где-то 10-12 грамм на литр. Используя навоз, там всего где-то 0,003 грамма на литр. То есть о чем это говорит? Сколько надо применить навоза, чтобы получить то количество гуминовых кислот в почве, которое там должно быть. Плюс вместе с навозом, допустим, у нас попадают в почву и яйца гельминтов, и всевозможные семена сорняков и прочее. Про перегной я вообще молчу. Идет закисление почвы. Минеральные удобрения дают нам только временное внесение вот этого, что идет у нас прирост растений и плодов. Но они зато полностью делают закисление почвы, за счет чего у нас погибает полезная микрофлора, и за счет этого снижается плодородие почвы. Когда мы применяем препараты флора-С и фитопфлора-С, компания Биобан, идет наоборот раскисление, расщелачивание, рассаливание почвы. И за счет этого повышается плодородный слой. То есть он увеличивается, идет нарастание плодородного слоя. То есть это идет на многие года вперед, что у вас будут питательные вещества и плодородие почвы. А вот для сельхозпроизводителей они могут какое-то применение? Конечно. Потому что, во-первых, сегодня я еще раз повторюсь, самое главное – это выпуск экологически чистой продукции. На это идет просто спрос. И если сельхозпроизводители начнут применять наши удобрения, во-первых, это экономически для них выгодно. Потому что идет повышение урожайности на 20-40%, а в некоторых сельхозкультурах даже до 80% идет повышение урожайности. Идет восстановление плодородия почвы. Идет восстановление тепличного хозяйства в связи с тем, что восстанавливается плодородие почвы, и плюс погибают все вот эти болезни, такие как фитофтороз, фомоз, всевозможная мучнистая ложная роса и прочее. То есть исключается севооборот, что очень важно для сельхозпроизводителей. Точно так же идет выбраковка семян на микробиологическом уровне. То есть они уже больные семена не посадят. Наши препараты прошли многолетние испытания и исследования. У нас очень много наград. Наши препараты внесены в Книгу рекордов и достижений Российской Федерации. Сейчас номинируемся в Книгу рекордов Гиннеса. У нас, значит, просто огромное количество наград. И поэтому у нас сертифицированы наши препараты и запатентованы. Аналогов пока нет ни в Российской Федерации, ни за рубежом. Поэтому все садоводы, огородники, сельхозпроизводители, они все очень активно применяют наши препараты, когда хотят получить экологически чистый урожай. То есть заботятся о своем здоровье своих близких и об окружающей среде. Все мы знаем, что на сегодняшний день экология на первом месте. Это просто-напросто у всех на слуху. Потому что настолько уже мы отравили свою землю всевозможными химикатами и минеральными удобрениями. Потому что излишнее количество минеральных удобрений в земле приносит нам только вред. Применяя наши препараты, где у нас такая концентрация чистых гуминовых, природных кислот, у нас происходит, значит, своевременное поглощение растений в той фазе вегетации, когда им надо именно тех минеральных удобрений, которые им нужны. У нас в почве их очень много. И гуминовые кислоты, превращая их в доступную форму для растений, исключают внесение лишних минеральных удобрений. Грина Владимировна, где можно приобрести препараты Вашей компании? Презентация препаратов пройдет у Вас в Лакане 2 и 3 июля в городском центре культуры Побега по улице Ленина, 69, с 11 до 13 и с 18 до 20 часов. Вопросы можно задать будет по телефону 320364. Это будет горячая линия компании Биобан. Давайте еще поговорим о свойствах удобрения Вашей компании. Сейчас, когда прошел паводок, и мы знаем, что неблагоприятная обстановка в почве, как Ваши удобрения могут здесь помочь садоводам? Да, конечно. После паводка паводок принес с собой. Ведь, посмотрите, были подмыты не только земли, дачные участки и еще что-то. Паводок же подмыл. У нас взять те же самые туалеты, выгребные ямы, всевозможные склады ядохимикатов и минеральных удобрений и прочих вредных для человека и природовеществ. Поэтому все это с водой сейчас поступает именно на наши участки, где сельхозпроизводители производят свою продукцию и прочее. Наше удобрение, флора-С, полностью обезвреживает ядохимикаты все. То есть, если мы вносим препарат флора-С, мы знаем точно, что мы обезвреживаем почву от ядохимикатов, от тяжелых металлов и от гнилостной микрофлоры. Фитоп флора-С, туда добавлена, значит, у нас бактерия природного тоже происхождения, причем пробиотик, все мы знаем, что 21 век, век пробиотиков, да? И она полностью борется с гнилостной микрофлорой и патогенной всей. То есть, надо будет обработать не только растения и землю, но и теплицы, всевозможные там заборы ваши и прочее, прочее. Точно так же надо будет обработать погреба, потому что все вот это, что нам паводок принес, точно так же попало и в наши погреба, где мы будем потом хранить с вами наш урожай. Поэтому работать надо в комплексе у нас обязательно. Вот мы выпускаем препарат флора-С и фитопфлора-С, и надо работать в комплексе. Почему? Потому что вот эта, значит, бактерия, пробиотик, попадая в землю, где у нас есть ядохимикаты, она погибает, и она не сделает того, чтобы бороться с болезнями, с заболеваниями на растениях и на почве. Поэтому мы сначала обрабатываем флора-С, убиваем вот это вот все, что там, ядохимикаты всевозможные, снижаем радиационный фон и прочее, а потом обрабатываем фитопфлора-С, чтобы бороться с заболеваниями на растениях, на почве. И плюс, даже еще, если у нас есть животные, и рыбы, и насекомые, наоборот, получают пользу. И для человека, потому что, так как мы получим чистый урожай, и у нас, значит, мы будем кушать с вами безвредные овощи и фрукты. Галина Владимировна, уточните, вот ваши препараты, они применяются для всех видов растений или вот для определенных? Абсолютно для всех видов растений в любых почвенно-климатических зонах. Где-то еще можно применять эти препараты? Да, точно так же применяются в рыбном хозяйстве, в животноводстве и в пчеловодстве. Давайте еще раз напомним телезрителям, где и как можно приобрести препараты вашей компании. 2 и 3 июля в городском центре культуры Победы по улице Ленина, 69, с 11 до 13 часов и с 18 до 20. Вопросы вы можете задать по телефону 320364. Спасибо за интервью. Это все, о чем мы успели вам рассказать. На следующей неделе в республике забурлит культурная жизнь. Начнется череда крупных международных форумов. И все самые важные и интересные подробности этих событий смотрите на нашем канале. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова